Заключительная серия 151-я заключительная серия 14-го дня. Маршрут пройдет через город Читу протяженностью 61 километр. Вся серия в Читу заехала с одной целью. Нужно было купить спальный мешок. Потому что спать на досках жестковато. Две недели на жестких досках мне не понравилось. Поэтому решил заехать и купить надувной матрас. Матрас самонадувающийся размерами 180 на 60. В свернутом состоянии он представляет небольшой цилиндр. При распаковке открывается трубка. В течение часа он набирает необходимый объем. Должен сказать, это очень удачное приобретение. Во-первых, тепло. Не то, что на досках лежать. У меня доски были. Я на досках ехал. На досках спал. В спальном мешке. Вот. Жестковато. Ну, спальный мешок был конверт. Покупал на Алибабе. Вот он теплый, но тонкий. И не смягчает. Не смягчает. Как сказать дальше, не знаю. Короче, потребовался матрас. Нашел в интернете. Забил адрес. Приехал. Было два варианта. Надувной матрас. Но это 20 сантиметров толщиной. В машине бы он не поместился. А этот толщиной где-то порядка... После того, как он наберет объем воздуха, он толщиной получается сантиметров 5. Но, должен сказать, вещь замечательная. Стоит недешево. В три раза дороже, чем эти надувные матрасы синего цвета. Но возьмите себе на заметку. Отправляюсь в дальнюю поездку. Поищите в интернете. Найдите сам надувающийся матрас. Стоимостью я покупал 6,5 тысяч. Ну, может быть, дешевле найдете. Можно и в машине, и на улице. На земле, на нем. В общем, вещь крайне удобная. Я жалею, почему я сразу не взял его, когда начинал... Ну, вот, перед стартом. Это было мое упущение. Так, пройдем Читу и выйдем на трассу... На трассу Амур Р-297. И на ней будем пилить до поворота на Якутск. Это займет, наверное, дня 3 еще. Кстати, матрас мне здорово помог. Очень. Потому что еще впереди 53 дня. 57 минус 14. 43 дня. Вот, и приобретение было очень удачным. Рекомендую самонадувающиеся матрасы. При свертывании пробка откручивается, воздух выходит, и он принимает компактные размеры. Ну, цилиндр диаметром сантиметров 10 и длиной там сколько там 60 или 70 сантиметров длиной. Очень удобный, компактный. Это не реклама, это мой опыт. Ну, вот, по-моему... Да, останавливаюсь на ночевку. Вот, опять что... Стоянка под названием Компот. Ну, наверное, в следующей серии я расскажу, что мне в Компоте понравилось. Ну, а теперь смотрим фильм дальше. Радар. Ограничение от 60. Компоте. partes. Продолжение следует... 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 Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. Поверните налево. Прямо 1,5 километра. Радар, ограничение 40. Прямо 1,5 километра. Радар, ограничение 50. Продолжение следует... 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 Становились они непонятно. Продолжение следует. 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 Ладно, заправился то, что будет. Через 600 метров вы верните налево. Всё, покинули Читу. Что это за правка? Поверните налево. Прямо 7 километров. Прямо 7 километров. Хабаровск Продолжение следует... 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 Теперь стоянки надо найти мне. Стоянки на трассе. Сейчас поищу. Так, нифига он не показывает, будем связываться по радио. На трассу выйдем, там спрошу. Стоянки на трассе. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...